Это программа «День с толком» в студии Елены Макаренко. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Четыре школы на карантине. Какие сезонные вирусы бьют больнее всего и кого? 9,5 тысяч вопросов. Как прошла третья прямая линия Виктора Томенко? И при чем здесь новая искренность? Барнаул – один из восьми городов страны, где будут тестировать отечественное программное обеспечение «Аврора». Сегодня с рабочей поездкой в Алтайский край прибыл заместитель генерального прокурора страны Дмитрий Демешин. В частности, он побывал в селе Зональное, где ураган 19 ноября разрушил кровлю. Сейчас учебный процесс в школе приостановлен. Дмитрий Демешин проверил ход восстановительных работ и поручил Алтайской прокуратуре взять вопрос на контроль. В целом же от ураганного ветра пострадали 120 школ, 40 детских садов и больше 10 учреждений дополнительного образования. В большинстве случаев разрушена кровля, разбиты окна, повреждены рамы и фасады зданий. Кроме школы в Залесовском районе, в других общеобразовательных учреждениях края занятия возобновили. Четыре школы полностью закрыты на карантин из-за большого числа заболевших ОРВИ. Также из-за высокой циркуляции вирусов среди детей частично закрыты 23 школьных класса и 58 групп в детских садах. По данным Алтайского Роспотребнадзора, в регионе наблюдается очередной подъем заболеваемости острой респираторной инфекцией. Начался он две недели назад. И активная динамика продолжается. Вирусы атакуют людей разного возраста, но чаще всего болеют дети от 7 до 14 лет. По данным Роспотребнадзора, в крае в данный момент циркулирует целая группа вирусных инфекций. Риновирусы, боковирусы, аденовирусы и вирусы парагриппа. При этом отмечается подъем заболеваемости пневмонии. Опять же, чаще всего ее диагностируют у несовершеннолетних с 7 до 14 лет. Добавим, в связи с большим числом заболевших ОРВИ детей, в крае сейчас полностью закрыты 4 школы. В Заринске, Первомайском и Ключевском районах. Рекордное количество вопросов поступило на прямую линию губернатора Виктора Томенко. 9,5 тысяч обращений со всего края. В ходе двухчасового диалога глава региона ответил на вопросы касательно медицины, ЖКХ и социальной поддержки населения. На каких проблемных моментах губернатор заострил внимание и почему этот эфир политологи сочли самым удачным из всех, разбирался Данил Кузнецов. У нас в подъезде инвалиды. Я сама инвалид первой группы, не могу выйти на улицу у подъезда посидеть. Еле-еле я добилась через депутата скамейку. Скамейка очень маленькая, без перил. ЖКО сказала, у меня не мастерская мебельная, чтобы вам делать скамейку. Примерно с такими локальными вопросами обращались жители к губернатору Алтайского края во время вчерашней прямой линии. У кого-то проблемы с лавочкой, у кого-то с дорогами и мусором на районе. Некоторые моменты глава кратко распоряжался исправить, а где-то развернуто рассказывал о планах. Например, касательно общественного транспорта в Барнауле. Ну, 10 трамваев низкопольных производства белорусского, хороших, современных, они уже здесь. Они уже в Барнауле. Ну, и идет последняя наладка оформления документов. Там сложные у нас, как бы такие получились взаиморасчеты и так далее. Но я думаю, что в декабре уже трамваи выйдут на линию обновленные. Администрация городская стала заключать долгосрочные контракты с перевозчиками. Это позволяет им спокойнее посмотреть в будущее. Также прорабатывается вопрос о создании муниципального предприятия. Оно должно взять на себя часть маршрутов. Решается проблема и с сельскими автобусами, заверил глава. Также была затронута тема дагазификации. Многодетная семья из села Альбрихи. Ждем четвертого ребенка. Не можем, уже два года не можем провести газ в дом. Договор растекает в декабре этого года. Но до сих пор ни одна бригада к нам не приехала. Помогите нам, пожалуйста, решить этот вопрос. Губернатор уже поручил помочь этой семье. В целом дагазификация проходит успешно. Из 56 тысяч домовладений для 45 созданы технические условия для подключения. Затронули вопрос и о благоустройстве территории после всех работ с голубым топливом. В частности, местность казенной заимки и Новоалтайск. Там и в других местах с этой проблемой подрядчик должен разобраться согласно контракту, отметил Виктор Томенко. Ну что ж такое, газ провели, теперь скорая пожарная или кто-то не доедет, экстренные какие-то. Или сами люди будут добираться, ноги ломать. Коснулся разговор и последствия урагана. Убытки еще считают. Однако в остальном все процессы уже налажены. Осталось лишь точечно отремонтировать некоторые объекты инфраструктуры. Также немаловажной стала тема поддержки участников СВО и их семей. Она продолжится в 2024 году. То есть мы эту работу не приостанавливаем. Поэтому она будет продолжена. Так мы в целом счет, который ведем, ну порядка 3 миллиардов рублей, чуть-чуть может быть меньше, 2 800. С начала специальной военной операции только из бюджета Алтайского края мы на цели выполнения этих мер поддержки, заботы, защиты, значит, мы направили за это время. Эта прямая линия стала уже третьей и самой продуктивной. Всего за два часа губернатор ответил почти на 30 вопросов от жителей. По словам политолога Константина Лукина, эфир получился самым удачным, так как Виктор Томенко вызвал большое доверие. Виктор Петрович здесь своим стал. Если все равно в первом сроке к нему еще приехал и так далее, то за первый срок и сейчас к нему обращаются к своему, который может. Всего к губернатору поступило около 9,5 тысяч обращений в разных вариациях. Притом почти три четверти из них составили звонки во время трансляции. Все вопросы взяты на заметку, несмотря на то, попали они в эфир или нет. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Уход зарубежных компаний с российского рынка открывает перед промышленностью новые возможности. Но их сдерживает кадровый голод. Как минимум 8-9 тысяч рабочих не хватает на алтайских производствах. Накануне одно из крупнейших предприятий края посетили депутат Госдумы Александр Прокопьев и министр промышленности региона, чтобы обсудить, как, несмотря на сложности, компании развиваются. Если вдруг нужно быстро накачать, дернул, можно эвакуировать с воды, то есть человека пристегнул, можно по снегу, по льду. О своей продукции они могут говорить часами. На этом предприятии выпускают товары для туризма, кемпинга, рыбалки и спорта. Ледобуры, палатки, мангалы, лодки, тонары расходятся по всей стране и за ее пределы. Предприятие воспользовалось возможностями, которые открылись в связи с уходом зарубежных компаний с российского рынка. На внутреннем рынке люди стали тоже больше внимания обращать на наш российский товар. Поэтому в 2022 году у нас полностью заместилось падение импорта, а в 2023 году уже сейчас рост идет по отношению к 2021 и 2022 году. Какие-то процессы удается роботизировать, но рабочих рук все равно не хватает. Например, сейчас «Тонар» ставит свои цели выпускать 2000 лодок в месяц, а по факту выходит около 1000. Только на лодочном производстве необходимо увеличить штат в полтора раза. На металлообработки требуется как минимум 30 человек. С такими же проблемами сегодня сталкиваются предприятия по всей стране. Важные решения, которые позволяют развивать кадровый потенциал, принимаются на всех уровнях – от федерального до регионального. У нас в регионе по самым-самым скромным оценкам, только по отрасли обрабатывающих производств, дефицит в пределах 8-9 тысяч человек. Там разные направления – и оборонные предприятия здесь же, и швейные. Но сегодня нет предприятий в «Крае», которые бы не нуждались в трудовых ресурсиях. Сегодня заводы «Края» выходят на учебные заведения, чтобы совместно готовить кадры. Многие готовы вкладываться в материальную базу вузов и колледжей. «Тонар», например, в Политехе открыл аудиторию сварки. В перспективе – сотрудничество с колледжем «Сыроделие», на базе которого будут сформированы группы специалистов для швейного производства. Сейчас там идут ремонтные работы. Предприятие готовит специальную аудиторию для студентов. Также идут переговоры с алтайским политехническим техникомом. Роспроизводство требует продуманной стратегии в области подготовки кадров. И это важно не только для предприятий, но и для государства. И вот на предприятии «Тонар» мы видим, как происходит это взаимодействие. То, что программы наставничества дополняются профессионалитетом, и бизнес, по сути, внедряется в область образования, тем самым, в том числе, обеспечивает образование новых рабочих мест. Особое внимание «Тонар» уделяет профориентации. Каждую неделю здесь проводят экскурсии для школьников и студентов. За этот год около 40 студентов прошли практику на предприятии. Обучают здесь специалистов и через систему наставничества. Молодежь идет, но не так, как хотелось бы, говорит директор. Хотя, по его словам, зарплата в промышленности уже догоняет сферы IT и продаж. На производстве уверены, представление о рабочих профессиях должно меняться. И оно уже меняется. Стереотип у людей существует. Он у меня в свое время тоже был, когда я учился в школе, и сформировалось мнение, что производство – это какое-то грязное, страшное место, где очень сложная работа и так далее. Тем не менее, что мне позволило этот стереотип разрушить, когда я побывал на производстве, посмотрел, как это по факту. А еще здесь говорят, что современным и безопасным производством можно считать, если женщина на работе не портит маникюр. Кстати, сейчас здесь не хватает 50 швей. Я за свои три года здесь получила большой опыт, много какой технологии узнала, хотя имею швейное образование. Здесь девочки приходят, не имея швейного образования, много чего интересного. Хороший коллектив, все расскажут, все подскажут. Сегодня предприятие увеличивает свое присутствие на рынке товаров для туризма и отдыха. Здесь не ждут, когда люди придут на завод, а активно готовят кадры для своего производства. А это очень важно для экономики края. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. Бывшее горное училище, часть ансамбля горнозаводской площади в Барнауле выставлена на торги. Информация об этом размещена на официальном сайте Росимущества. Сообщается в частности, что объект культурного наследия федерального значения выставили на аукцион в составе имущественного комплекса. Он включает в себя также земельный участок с общей площадью почти в 3000 квадратных метров и сеть электроснабжения протяженностью 52 метра. Начальная цена продажи – 66 миллионов 1800 рублей с учетом НДС. Торги будут проведены 22 декабря. Заявки принимают до 20. По условиям техзадания покупатель должен выполнить работы, которые необходимы для сохранения объекта культурного наследия. Барнаульцы начали тестировать первую отечественную мобильную операционную систему – Аврора. Так называется платформа. Будет использоваться для смартфонов и планшетов. Кстати, пока новинку оценили всего в 8 городах страны. И среди них столица Алтайского края. Какие перспективы о российской мобильной системе расскажем в следующем сюжете. Всем привет! Меня зовут Татьяна Казнова. Я руководитель программы бета-тестирования. Это первопроходцы отечественной мобильной операционной системы Аврора. Барнаул – восьмой город в стране, который присоединился к закрытому бета-тестированию новой платформы. В рамках программы энтузиасты, которые хотят внести свой вклад в эту разработку, получают телефоны и планшеты, на которых установлена Аврора. Это наша внутренняя кухня. Самое важное правило – это то, что нельзя публиковать скриншоты и описание работы программ. В соцсетях и СМИ. Потому, как я сказала, это предварительная версия и то, что еще в релиз не выходило. Если тестировщику что-то покажется странным, нелогичным, эту информацию передают в продуктовый департамент. При этом тестировщиком может быть хоть разработчик, хоть домохозяйка или пенсионер. Важны отзывы самых разных пользователей. Это быть одним из первых в мире российского IT – это всегда интересно. Интересно сравнить, понять, насколько мы отличаемся от зарубежных аналогов. Надеюсь, в положительную сторону время покажет. Когда ты держишь мобильный телефон, не всегда и не у всех есть возможность дотянуться пальцем до этого края. Приходится либо перехватывать телефон, либо подключать вторую руку. А у Авроры жест назад сделан, ты можешь сделать свайп из любой точки экрана, ну так, из серединки назад. По словам сотрудников компании, российская операционная система гарантирует повышенный уровень безопасности для устройств. А это важно для крупных частных и госорганизаций. Тем более, где-то уже отменяются иностранные системы. Например, в Минцифре запретили сотрудникам пользоваться iPhone и iPad в служебных целях. Испытывать Аврору накануне начали в Совете Федерации. Поэтому огромный интерес бета-тестировщиков понятен. Уже в проект заявок на участие более чем 12 тысяч, а участников сейчас на данный момент около 500 человек. То есть у нас конкурс как в престижных вузах. Поэтому заявке надо писать что-то интересное, чем может быть полезен человек для бета-программы. Кстати, в Москве за 10 дней с начала продаж смартфонов с российской начинкой продано более 300 устройств. Сегодня они доступны обычному покупателю, но пока, конечно, они рассчитаны в первую очередь на пользователей из госсектора и крупных компаний. Ирина Корчагина, Владислав Ковалев. День с толком. Исторический антирекорд зафиксировали алтайские энергетики. Недавний ураган вызвал почти 2000 технологических нарушений на линиях электропередач и подстанциях. Устранять последствия стихии «Алтаэнерго» помогали даже коллеги из других регионов. Сколько человек и в каком режиме работали для того, чтобы свет вернулся в наши дома, смотрите в материале Данила Кузнецова. Скажите, пожалуйста, у вас электроэнергия восстановлена? Здравствуйте, контактный центр Россети Сибири меня зовут Сибирь. Восстановили. Спасибо за обращение. Контактный центр Россети Сибири рвется от звонков. За несколько суток сюда поступило свыше 4000 обращений от жителей края с сообщениями об отсутствии электричества после урагана. Небывало силы ветер стал причиной технологических нарушений на энергообъектах. Такого ветра в крае не было больше 40 лет, а таких последствий для энергетики – никогда. Повреждения были и на больших линиях 110 кВт, и почти во всех селах на распредсетях 0,4 кВт. Во-первых, больше всего пострадал Троицкий район, Заринский район. В Заринском районе у нас отключалась крупная городская подстанция, был обесточен весь город Заринск, но наши энергетики очень быстро восстановили электроснабжение по резервной схеме. Соответственно, потребители, в принципе, особо не пострадали, не разморозили ни котельные, ни объекты социально значимые. К некоторым линиям электропередачи было просто не проехать из-за упавших деревьев, преградивших путь. Прежде чем приступить к ремонту, нужно было расчистить дорогу и трассу линии. Это Первомайский район. Здесь бригада из соседней республики Алтай, которая приехала на помощь коллегам, восстанавливает линию 10 кВт. Это обрыв проводов, это срыв изоляторов, то есть получается, ну, бывает еще и злом опор, но здесь на этой линии немножко нам повезло, опоры стоят, только оборваны провода. Ну, я думаю, в среднем где-то по выполнению технических мероприятий необходимых для безопасности работ, ну, это займет где-то 5 опор, ну, 2-3 часа. В аварийно-восстановительных работах участвовали 329 бригад, а это 1226 человек и 550 единиц техники. Работали на все территории края. Чтобы запитать на это время социально важные объекты, использовали передвижные резервные источники снабжения электроэнергией. Нельзя подходить ближе 8 метров к проводу, потому что электричество растекается по земле. Однако, если вы все-таки попали в зону поражения, лучше отходить шаркающим шагом. И ни в коем случае не переступать провода. Сейчас все линии электропередачи работают в обычном режиме. За эти сложные несколько дней специалисты вернули свет в 577 населенных пунктов Алтайского края, чему большинство жителей, конечно, благодарны. Местные жители не только благодарили, но и старались помогать бригадам. К примеру, привозили теплый чай. Все ради того, чтобы работы не останавливались и шли с комфортом. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. Снайперы со всей Сибири съехались в Алтайский край, чтобы принять участие в учебных сборах. Профессиональные навыки, включая специальные стрельбы из винтовки и пистолета, снайперы оттачивали в течение трех недель. Занятия по маскировке огневых позиций, тактика специальной подготовки, топографии и подготовке нештатных арт-корректировщиков. Программа сборов была весьма насыщенной. Основной упор на практику, особенно стрельбу в сложных метеоусловиях и эффективное взаимодействие снайперов с штурмовыми группами при выполнении различных служебно-боевых задач. В качестве отдельного направления росгвардейцы отработали действия по нейтрализации средств беспилотной авиации. По итогам учебных сборов организаторы отметили, что их главная цель – повышение уровня тактического мастерства, достигнута в полном объеме. Снайпер должен очень много знать. Он должен хорошо знать физику, хорошо считать. То есть и математикой должен владеть. Сейчас много приборов, которые используются. И дальномеры, и тепловизионные, и ночные прицелы. И все это нужно изучить и широко применять. Почти 300 железных юношей и девушек приехали в Барнаул. В Алтайском крае начался турнир по тяжелой атлетике на призы мастера спорта СССР Михаила Шуваева. Самым взрослым, кто поднимает штангу, 15 лет. Самым младшим – 10. О первом дне соревнований расскажет Дмитрий Дроздов. Юная спортсменка из Иркутской области. Единственная в первые часы состязаний, кто переволновался. Стальные тяжелоатлеты сосредоточенно выходят к штанге и собирают все силы на рывок. На турнир на призы мастера спорта СССР Михаила Шуваева. В Барнаул приехало почти 300 спортсменов из 12 регионов России. Мы много думали над тем, как, скажем так, в каком формате его назвать, как это, всякие разные были варианты. И все-таки мы остановились на том, что все-таки это железо. А так как это дети, это, наверное, до них пока это как игра. Но мы надеемся, что эта игра потом перерастет в более такие серьезные занятия и, соответственно, в более профессиональные занятия тяжелоатлетик. И, возможно, те дети, которые сегодня здесь выступают, это наши будущие звезды Сибири, да, сибирского региона, которые потом в будущем станут чемпионом мира, олимпийскими чемпионами. Поднимают штангу юноши и девушки от 10 до 15 лет. Весовые категории от 29 килограммов до больше сотни. Константин Быстров считается одним из самых перспективных тяжелоатлетов Алтайского края. Ему уже 15, до этого пробовал себя в боксе. А потом решил сменить направление. Как ты попал в тяжелую атлетику и почему начал заниматься этим видом спортом? Меня мама привела. Такой организации детского турнира по-доброму завидуют даже опытные спортсмены и признают большое значение этих соревнований. Скажем так, некая ступень между региональными соревнованиями и именно первенством России, чтобы дети понимали уровень, были готовы к этому морально, психологически, не боялись выступать на подобных соревнованиях. Посмотреть на будущих звезд тяжелой атлетики можно всем желающим. Турнир будет длиться еще два дня в спортивном зале училища Олимпийского резерва. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. И на этом у меня все новости. Телефон нашей редакции 205-545 через несколько секунд. О погоде спонсор прогноза компания Evalar. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok